разобраться со всеми цифрами, с квалификацией, и сначала посмотрим цифры и слайды, а потом, собственно, сделаем небольшую такую перекличку, да, вопрос-ответ, потому что наверняка есть какие-то, какие-то, да, специфические вопросы, вот, которые мы должны с вами сегодня разобрать. Итак, а вот у нас и зависла наша презентация, все как обычно, все как обычно, поэтому сейчас мы попробуем еще раз это сделать, и еще раз, и еще раз, теперь, по ходу дела, я перезайду, вы оставайтесь, никуда не уходите, а я сейчас зайду снова, а пока напишите, пожалуйста, в чат, что вы уже сделали, что вы уже сделали. Спасибо. 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 Ура, наша презентация вновь появилась на экране, и это очень круто, поэтому мы продолжаем. Спасибо, что вы делитесь своими эмоциями и уже своими свершенными делами, кто-то даже успел зарекрутировать и квалифицировать рекрутов, очень здорово. Поэтому сейчас мы видим красивую картинку, и сразу хочу обратить ваше внимание, что у нас сейчас отлично работает отдел коммуникаций, которые делают все вот всевозможные постеры, картинки, баннеры для социальных сетей, для отправки в чатах, поэтому обязательно скачивайте, держите эти материалы у себя под рукой и используйте их для красивых постов, для красивой рекламы, мотивации и всего прочего. Страна самобытной кухни, страна роз, страна золотых песков, и я думаю, что это будет тоже одним из дополнений, особенно для филиала Москва-Сити, еще и страна наших топ-лидеров, потому что у нас практически у каждого топ-лидера в Болгарии есть свой собственный особняк на берегу моря, поэтому мы с вами поедем не только на конференцию в Болгарию, но и сможем еще и посмотреть, а как же живут они, наши бриллиантовые директора и выше. Вот, поэтому давайте сейчас смотрим слайды, и сразу надо сказать, что условия разделены на два, да, есть менеджерский состав, есть директорский состав и выше. Вот, то, что касается менеджерского состава, квалификация уже началась для всех, вот с этого каталога, с 12-го каталога, закончится она в первом каталоге. Вы уже знакомы были с квалификацией на Египет, вы уже знакомы были с квалификацией на Сочи, поэтому механика, смысл действий абсолютно такой же, только немного изменились сами условия квалификации, да, поэтому давайте разберем все, еще раз просто прочитаем, в том числе внимательно, и после этого перейдем к вопросам. Значит, 7 каталогов, 7 каталогов длится квалификация, в 12-м каталоге уже надо делать эту квалификацию, закрывать новые уровни по сравнению с самым высоким достижением, да, повторять эти достижения, тоже так же, как и на Сочи было, вот, и квалифицированные рекруты. Есть условия суммарные, это за весь период с 12-го по 1-й каталог, и есть обязательные условия ежекаталожные, это очень важно, ежекаталожные условия квалифицированного рекрутирования в персональной группе, не в первый уровень, в персональной группе, которая у вас под вами, да, вся ваша глубина, это вся персональная группа, вот, есть минимальное квалифицированное рекрутирование. Самый высокий уровень в истории у менеджера мы либо знаем, либо смотрим его в распечатке, в информационном листе, уточняем у вышестоящего спонсора, у АСМ, не знаю, как угодно, но узнать, конечно же, максимальный уровень в истории и от этого отталкиваться в своей квалификации Все уровни зафиксированы по итогам 11 каталога, но берется максимальный уровень в истории Плюс, конечно же, обязательное условие, размещай заказы личные, вот здесь как раз-таки личные заказы на 150 баллов в каждом каталоге квалификации Вот она, наша замечательная табличка, которую лично я уже распечатала и повесила у себя перед глазами на доску Вы тоже можете в ежедневник вклеить или в онлайн планинг свой разместить, чтобы она всегда у вас была перед глазами, чтобы не запутаться, чтобы, конечно, все выучить невозможно Выучить можно только свои условия квалификации, все остальное, пусть у вас все будет под рукой Вот, поэтому смотрим на табличку, с ней легко разобраться Первое, что нужно определить, это максимальный уровень в истории нашего менеджера Если он никогда не был менеджером, даже если он зарегистрировался в 11 каталоге, к нам пришел, вот в 11 Или уже давно с нами, но он никогда не был менеджером, то есть от 0 до 6% То его задача за этот период повысить свой уровень до 15% И удержать его как минимум 4 каталога Подряд, не подряд, это уже вопрос планирования Но чтобы обязательно, как и на Египет, как и в Сочи, у вас первый каталог заканчивается квалификацией Значит, в первом каталоге нужно все подтвердить Это значит, что в первом каталоге, если план был 15 менеджеров, в первом каталоге он тоже должен быть 15% менеджером 4 каталога, соответственно, какие у нас крайние, последние, да Это получается 1, 11, 16, 15, то есть нашему, грубо говоря, новичку, не менеджеру или старичку, не менеджеру Нужен крайний вариант выходить на 15% в 15 каталоге 15 каталог, 16, 17, первый каталог Удержать 15% уровень И уже с этого 12 каталога Осуществлять постоянное рекрутирование И квалифицированное рекрутирование В каждом каталоге должно быть не меньше 3 квалифицированных рекрутов Суммарно вы видите по каждой категории, суммарное количество квалифицированных рекрутов Будет отличаться от минимального количества ежекаталожно Потому что если вы будете ориентироваться только на столбик минимального квалифицированного рекрутирования Вы не достигнете суммарно задачи по квалифицированному рекрутированию Поэтому здесь важно понять Если мы берем 40 квалификаций за весь период для нашего новичка И новичка от 0 до 6% 40 делю на 7 каталогов Это примерно где-то по 5-6 квалифицированных рекрутов в каталог Правильно? По 5-6 Если я беру старшего менеджера Это 115 квалификаций за весь период Делю на 7 каталогов Это где-то по 16-17 квалифицированных рекрутов в каталог Просто здесь важно понимать Что какой-то каталог команда сделает больше Новички могут присоединиться к этой квалификации на Болгарию И тогда квалифицированное рекрутирование будет априори больше Но, соответственно, минимум у вас должно быть в каталог Та задача, которая прописана изначально в плане От 0 до 6% 3 Ох, Наташа Трянкина, у вас все еще розы А у нас уже табличка Розы – это прекрасно А для старшего менеджера это 8 То есть обратите внимание Когда вы смотрите на эту таблицу Вы в первую очередь по первому столбцу Ищите, какой максимальный уровень у вашего ключевого партнера Либо у вас лично Кстати, если сейчас выйдете, есть возможность вообще не зайти Потому что у нас 437 участников 437 Я не знаю вообще, как данная площадка сейчас выдерживает Вот Поэтому розы – ну, прекрасно Те, у кого розы, откройте общую презентацию Я по ней веду сейчас вебинар Она у нас в группе «Арифлейм Москва-Сити» Выложена в файлах Те, у кого розы, значит, плюс 10 к арме Уже, значит, поедете в Болгарию Будете любоваться на розы А нам предстоит чуть побольше поработать Всем, кто смотрит на табличку Вот Итак, значит, определяем сначала максимальный уровень в истории Затем второй столбик – это наш план Это наш план на ближайшие полгода, да И этот план достичь нового уровня У каждого свой Вы видите, да Что, например, 15-ти процентнику Надо стать старшим менеджером Минимум 3 каталога в этом периоде Минимум 3 каталога, включая первый Это значит, что последняя возможность открыть старшим менеджером Это 16-й, 17-й и первый каталог, да Понятна логика работы с этой таблицей То есть план Сколько его раз нужно удержать, включая первый каталог Сколько минимального квалифицированного рекрутирования надо сделать И сколько суммарно Еще раз прошу обратить ваше внимание Что суммарное квалифицированное рекрутирование делается по группе И оно не совпадает с минимальным квалифицированным рекрутированием по группе Это важно понять Потом вы видите в табличке то, что у нас отдельно написано Старший менеджер, отдельно написано 22% Да, то есть кто такой 22% в данном случае Сейчас подождите, давайте сделаем так Сейчас мы разберем табличку и потом будут вопросы Я прям по вопросам вам отвечу индивидуальным, ладно 22% в данной табличке это тот человек, тот консультант, возможно даже менеджер Который не выходил на уровень именно старшего менеджера То есть то, что мы называем некая прослойка То есть 22%, под ним 22% Вот этот результат считается старший менеджер А если отрыва нет, то соответственно это не старший менеджер Пока это прослойка Вот в данном случае, что для прослойки? Что для старших менеджеров? Задача одна 5 каталогов удержи звание старшего менеджера Если ты прослойка, то соответственно сделай отрыв Минимум 5 каталога удержи Это значит, что 14, 15, 16, 17 и 1 Может кто-то уже с этого каталога начнет делать И соответственно квалифицированное рекрутирование Самый важный момент, что минимальное квалифицированное рекрутирование Уже нужно делать в 12 каталоге Не пропуская ни одного каталога Минимальное квалифицированное рекрутирование Как в прослойке сделать отрыв, если под ним 22%? Рекрутировать свою персональную группу И добиваться объема продаж минимум 3000 в отрыве от 22% ниже В какой социальной группе Москва Сити хочу найти, вступить? Сейчас я вам ссылку сюда кину Найдете и вступите Вот, окей, с этой табличкой разобрались По вопросам сейчас пройдемся Значит, по менеджерам Сейчас расскажем еще про директоров Рекруты во всей ПГ Да, не лично во всей ПГ Но можете и лично делать, конечно Если сначала еще нет в ПГ спонсоров Если в персональной группе спонсоров нет еще пока То, конечно, надо лично начинать делать что-то Подождите, не кидайте вопросы Потому что мне нужно вам доглаголить истину А потом тогда уже вопросы Вот Так, значит, квалифицированный период для директоров Аналогичный А вот сейчас я сделала другой слайд Вам включился другой слайд или нет? Вот табличка сейчас Значит, у вас тоже будет хорошая квалификация в Болгарии На самом деле, это классная новость И я очень, как сотрудник, довольна Что у нас в компании столько много меняется за последнее время Такой драйв ощущаем даже мы в работе Поэтому я представляю, каково вам, тем, кто строит бизнес И тем, у кого сейчас появился еще один реальный инструмент Для мотивации людей Для построения команды менеджерской И вообще сейчас такой период, что за этот каталог, за 12-й Вы должны сложить свой пазл Вы должны сложить эту команду Потому что в 13-й каталог вы уже придете с командой Войдете в 13-й каталог с командой Которая потенциально может поехать в Болгарию Да, дальше уже будут новички просто присоединяться к вам Поэтому давайте Инструменты Это как раз конференция, да Но инструменты поддержки, мотивации, конечно же, и в этом чате уже писали Еще мы поговорим об этом сегодня Итак, для директоров Для директоров будет запись Кто-то записывает точно Для директоров Очень тоже прозрачные условия И похожи на те, что были Все директорские структуры у нас зафиксировались По результатам также 11-го каталога Это не значит, что если я в 11-м каталоге был не директором Но был этим директором в 2015-м году То это предложение не для меня Для вас То есть здесь мы немножко упростили Компания упростила подход К определению, кто может, а кто не может Из директоров квалифицироваться Вот здесь очень простое понятие Если за 2 года 2 года – это большой срок, согласитесь При той активности, которая сейчас идет в компании Если я за 2 года подтверждал звание директора За 2 года То есть вот 2016, 2015 и частично 2014, да, там 14-го каталога Вот То, соответственно, если я за 2 года был директором Или сейчас им являюсь То это предложение для меня Значит, я могу поучаствовать Взять эту конференцию как инструмент И работать со своей старой командой Новой командой Не важно, да То есть для меня, как для директора Это крутой инструмент для планирования работы И регулярного рекрутирования ежекаталожного Поэтому я определяюсь уже сейчас Сегодня, завтра, да Еще вчера С теми партнерами, которые у меня есть В моей персональной группе Кто у меня поднял руку на Болгарию Ой, страшно звучит, да Поднял руку на Болгарию В смысле поднял руку для того, чтобы присоединиться И квалифицироваться И именно с ними я начинаю Вести мегаактивную работу По контролю, мотивации, помощи и так далее Да Вот, поэтому весь квалификационный период Я, как директор, работаю со своими менеджерами Если я квалифицирую от двух до четырех Слайды есть, слайды есть Сейчас у нас квалификационный период Для директоров висит У вас должен, видно его быть Но у кого-то розы, тоже все отлично значит Да, как мы определили Вот, поэтому Поэтому за этот период я квалифицирую Помогаю квалифицироваться двум, трем, четырем менеджерам из своей структуры Из разных веток Разных веток Даже если это в глубине было, но из разных веток Вот, поэтому я могу сто процентов тоже поехать, да Если я квалифицирую менеджеров из разных структурных веток И буду следить за персональным квалифицированным рекрутированием Персональное квалифицированное рекрутирование Это значит рекрутирование внутри всей моей структуры Которая ко мне закрепилась Не личное, а персональное, да В персональной группе Групповое рекрутирование У меня должно быть, как у директора Который стремится тоже к этой квалификации Минимум 10 квалифицированных рекрутов в каталог Ну а что это такое? Если у меня два менеджера, которые идут по квалификации По-другому я все равно не достигну этого значения То это минимум 6 квалификаций Если у меня даже просто два новичка квалифицируются на Болгарию То они минимум будут приводить по 3 квалификации Это уже 6 квалификаций Но остальные 4 буду значит доделывать я сам Либо подключать больше менеджеров Либо у меня есть, то есть у всех разная ситуация просто Поэтому просто нужно смотреть здесь за этим показателем У директора два тоже условия квалификации Это менеджеры, которые едут на конференцию от 2 до 4 И это квалифицированное рекрутирование Суммарно 70 за период 10 минимальных в каталог по группе Напоминаю, что это в принципе делают менеджеры А директор им помогает не забывать это делать Если же я как директор и выше Золотой директор, сапфировый директор У меня получится квалифицировать 5 менеджеров В своей персональной группе из разных структурных веток Из разных структурных веток То тогда я поеду бесплатно в Болгарию Вместе со своей большой командой При этом не забудьте, что необходимо в первом каталоге В первом каталоге тоже мне подтвердить звание директора То есть не упасть как минимум до этого периода Но сейчас, собственно, да, уже осенний период уже скоро наступит И в принципе период высоких продаж Так что вперед Я думаю, что все должно получиться То есть менеджеры из разных структурных веток Квалифицированное рекрутирование ежекаталожно и суммарно Есть одна тут только цель Да, и самому быть в звании директора И выше, как минимум, по результатам первого каталога Отлично, отлично Те, у кого розы Сейчас у нас, собственно, лично у меня появился последний слайд Моего глагольствования сегодня Да, по конференции для менеджеров и для директоров В Болгарию В Болгарию Вот, поэтому сейчас у нас есть буквально 7 минут Для того, чтобы, а может меньше, да, может меньше вопросов будут Поэтому давайте сейчас выкидайте в чат вопрос И не сразу только все много, да Чтобы я смогла ответить Потому что после этого мы подключаем Галину Зотову И Галя Зотова, это лидер нашей команды на сегодняшний день в Сочи Она везет туда 14 человек И это очень крутой показатель Галя расскажет нам о том, как, собственно, у нее это получилось И как они запускали Сочи, да, как они поддерживали Сочи Ну и, собственно, какие инструменты можно для этого использовать Как удержать такую мотивацию в течение 7 каталогов Да, сейчас я пока найду Галю У нас здесь Так, вот Галю я нашла Так, давайте сейчас подождите Стоп с вопросами А то сейчас их очень много набросается И я сразу не успею ответить До Москвы все равно, наверное, за свой счет Нет, не за свой счет Оплатит компания до Москвы все перелеты Дальше Ирина Герасимова Если новичок зарегистрировался в 12 каталоге Ему сразу нужно делать 150 баллов Или для него квалификация начнется с 13 каталога Для него квалификация начнется с 13 каталога Для всех новичков, которые к нам приходят Квалификация будет начинаться на следующий каталог На следующий каталог Если пришел в 12-м То квалификация на Болгарию начнется с 13-го И там уже ему нужно будет делать Минимальное квалифицированное рекрутирование И личные 150 баллов Так, хорошо Дальше Процентный уровень менеджера зафиксирован по итогу 11 каталога Или считается самый высокий в истории Наташа Трянкина Самый высокий в истории Мы зафиксировали просто по 11 каталогу Сами уровни для того, чтобы директорские команды распределить А максимальный в истории Менеджер максимальный в истории Или не менеджер Просто консультант с максимальным уровнем в истории считается Ирина, если менеджеры в одной ветке на 15% Как быть? Наращивать отрыв Наращивать отрыв И вступать в программу Берется все равно максимальный уровень Так, все нормально будет Просто нужно за этот период Для тех, кто находится в такой структуре Как друг под другом Нарастить отрыв друг от друга И распределить план То есть, если 15% нижний Да, то ему нужно какой уровень достичь? Старшего менеджера Да, и соответственно Все, кто выше него были прослойки Тоже должны быть старшими менеджерами С отрывом по 3000 баллов друг от друга И квалифицированное рекрутирование Так, если один менеджер выйдет Допускает... Так, Марина Говорова Если один менеджер выйдет Допускает каталог на 22% То в его структуре мне уже не будут... Я поняла вопрос Да, ежекаталожно будет фиксироваться персональная группа Поэтому здесь очень важный Марина вопрос задала Потому что будут выходить старшие менеджеры Естественно, в этот период и в эту квалификацию Поэтому как только отделяется старший менеджер Директору они будут все считаться Директору будут Но если я сам иду как менеджер по квалификации И у меня отделяется старший менеджер подо мной То мне уже в зачет эти квалифицированные рекруты Считаться не будут прям в этом же каталоге Марин, понятно, что я ответила? То есть группа отделяется Сразу учитываем то, что мы должны сделать свою минималку без этой группы Для директоров считается Для менеджеров не считается Я на вопросе от Марии Трусовой Не менее... У меня три минуты Я... Давайте так Сейчас я за три минуты отвечу на то, что успею Потом я подключу Галину Зотову А потом я вернусь к вашим вопросам И доотвечаю на них Хорошо? Так, Мария Трусова Не менее трех новичков в каждом каталоге Начиная с 12 каталога уже Или с момента выхода на уровень 15% Мария, начиная с 12 каталога Все началось уже прямо сейчас Вера Иванова Что значит квалифицированный менеджер? Если менеджер, то тот, который квалифицируется по конференции на Болгарию Если квалифицированный рекрут, вы имеете ввиду, то это тот рекрут, который сделал 100 баллов лично Минимум 100 баллов А 150 это премьер-клуб, да? Так, Юлия Просекова и супер Ага, хорошо Галина Бурова Лена, новичок при регистрации не принципиально, сколько сделает баллов Он все равно со второго каталога должен выполнять условия квалификации Да, Галина, все верно Андрей Людко Елена, если директор Если директор был в звании в 2014 году Он уже не успеет восстановить звание То есть он не участвует Да, если последний раз был в 2014 году И туда еще более лохматый год То, да, к сожалению, не участвует В какой город едем и когда? Не раскрыта еще эта тайна Едем осенью В какой город? Не знаем Может быть, золотые пески Так, най-най-най Елена Райнова Уровни и отрывы все равно важны Важны, важны Так, Евгений Цветков Если у меня есть 9-процентник Его зачет, если я директор Жень не совсем поняла Если есть 9-процентник А я директор То, конечно, все его квалифицированные рекорды Мне в зачет идут Так, дальше У меня одна минута Новичков лучше сразу настраивать на 150 Конечно, это продажи на Вэйджи и Вэлнес Колесникова Наталья Те, которые квалифицируются в Болгарию То им надо будет иметь предпринимательство Вот вы знаете, вот этот вопрос про ИП На самом деле еще открыт в компании Но помня то, что у нас в Сочи Я бы имела в виду, как лидер, который работает Нам над мотивацией Что сразу говорим, что предпринимательство Открывать надо будет Потому что вопрос не решен Но если это будет потом Чтобы это не было потом неожиданностью А если он был на 21% Таня, 21% это что, старший менеджер? Или 21% я уж не помню, когда у нас это было Если он был в истории старшим менеджером То он идет по квалификации как старший менеджер Так, Ковалева Ольга Если зарегистрировался в 11-м каталоге И квалифицировался в 12-м Он уже считается в Болгарию? Вот смотрите, хороший вопрос Но не совсем то, о чем Оля спрашивает Если он в 11-м каталоге зарегистрировался В 12-м квалифицировался То он считается в персоналке В суммарное квалифицирование Кому-то, да? Вышестоящему Но сам он, если хочет ехать в Болгарию То ему надо уже выполнять условия С 12-го каталога То, что прописано для него, для новичка Так Я останавливаюсь на вопросе Софьи Комлевой Я прям запомню Даже запишу себе Софья Комлева Это 11-25 Потому что, иначе мы не успеваем Я вернусь к ответам на вопросы Вернее, я даже буду отвечать в чате Пока выступает Галя Итак, значит, я свою презентацию закрываю Ох, Галя Мне так хочется, чтобы Гальна презентация пошла Хорошо сейчас А у нас почти 500 Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет Раз, раз, раз Меня слышно? Поставьте, пожалуйста, по шкале от 1 до 10 Чтобы я понимала, корректировать мне что-то или нет Потому что у меня ползунок не бегает Я вообще ничего не вижу Замечательно Спасибо большое У кого есть слайд Здесь мы такие все красоточки На фотографии Поставьте, пожалуйста, плюсики Отлично Рада вас приветствовать на нашей онлайн-встрече Спасибо вам огромное за поддержку Потому что действительно очень боязно выступать На такую большую аудиторию Мало того, что со всей страны Мало того, что не только свои лидеры Не только свои партнеры Еще и такие вот фамилии в чате мелькают Что вот прям дух захватывает Поэтому еще раз огромное вам спасибо за поддержку Сегодня я постараюсь поделиться с вами Тем опытом, который мы получили За время квалификации Начинали мы ее в Турцию Закончили мы Кипром и Сочи Но тем не менее Нас летит от 19 человек Те, кто квалифицировались Присоединилась к нам вторая волна Почему от 19? Потому что у некоторых девочек два билета И пока стоит вопрос, кого они с собой берутся в спутники Так что нас команда большая Здорово потусим Я надеюсь, что сегодняшняя наша встреча Будет для вас как мини-звук Девочки, мальчики, поставьте, пожалуйста Плюсики, у кого есть звук Спасибо Я надеюсь, что наша встреча для вас сегодня будет Ну, как минимум интересна И как максимум полезна И вы для себя какие-то новые фишечки возьмете Либо вспомните про них Как говорят, что новые Это все далеко забытые старые И будете их применять Я надеюсь, вы приготовили ручку и блокнот И какой-то листочек Кто нет, прям буквально секунду у вас есть Обязательно схватите Кто приготовил, поставьте, пожалуйста, плюсики Потому что ученые выяснили, доказали Мы с вами узнали Что любая мысль, которая возникает в нашем мозге Она живет ровно 18 секунд Дабы мы с вами не просто холостой провели сейчас Еще полчаса нашей встречи Чтобы мы не были таким генератором Холостым генератором идей Обязательно все записывайте Возможно, в процессе моего рассказа У вас возникнут свои какие-то собственные идеи Эмоции, да, вам обязательно нужно их записать Чтобы в дальнейшем применить И получить тот результат, который вы хотите Я хочу, первое, что хочу сделать Сказать огромное спасибо тем девочкам Которые на этом слайде За то, что они когда-то услышали Когда-то поверили Когда-то пошли за мной Хочу сказать спасибо большое всем моим партнерам За то, что они выбрали именно меня Именно мою команду И это одни из самых сильных лидеров на данный момент Все, кто представлен на данном слайде Это старший менеджер уже и выше На тот момент, когда квалификация Повторюсь, на Турцию Началась, по-моему, в седьмом каталоге Если не ошибаюсь, с 15-го года У нас был один закрытый директор Это был я И был один человек в открытом звании директора Все остальные были менеджером Либо еще даже до менеджера До 9% не доросли Сейчас это все старшие менеджеры выше Большинство это уже закрытые директора И вот 4 человека с этого слайда Это уже закрытые золотые директора Есть девочки в открытом звании Старших директоров и золотых директоров Поэтому, в принципе, конференцию Вот такую вот от компании Ее можно использовать как побочный эффект Собрав все звания по карьерной лестнице Вот Итак, первое, что я хотела бы у вас спросить Кто хочет в Болгарию Поставьте, пожалуйста, веселый смайлик в чате Кто не хочет, ставит грустный смайлик Мы вместе с вами 3 секунды погрустим И пойдем дальше воплощать свои мечты Но кто хочет, ставит веселые смайлики Отправляем свою энергию во вселенную Мы знаем, что выбросим То в ответ и получим Поэтому ставим замечательные смайлики Отлично Первый вопрос, который бы я еще хотела вам задать И самый такой важный Это зачем? Если вы ответите для себя на этот вопрос То у вас не будет стоять вопроса Как делать, что делать Они отпадут сами с собой И давайте с вами попробуем, поразмышляем Зачем? Как вы думаете? Зачем компания устраивает вот такие вот акции С поездками? Напишите, пожалуйста, в чате Я надеюсь, у нас сегодня будет с вами такой диалог Я буду задавать вопросы Вы будете на них отвечать А в конце у нас будет такой блок вопрос-ответ Вы будете задавать мне вопросы А я буду вам отвечать Мотивация, бодрит, опыт Отлично, замечательно Рост, саморазвитие для мотивации Для нашего роста Замечательно, отлично Спасибо вам большое за обратную связь Компания устраивает для нас такие акции Можно этой акцией воспользоваться как для себя Съездить, отдохнуть Можно воспользоваться этой акцией как для роста То есть я могу такую аналогию провести Вот сейчас такой самый наболевший вопрос Момент, да, чайник То есть для меня, например, в Болгарии, да Или поездка в Сочи равно чайник Если упростить это отношение В каком плане Кто-то чайником воспользовался для того, чтобы себе его заработать А кто-то на чайниках очень хорошо повысил свой средний заказ По группе в прошлом каталоге Очень хорошо организовал свою команду Разбудил стареньких и так далее Вот то же самое и с поездкой Задумайтесь, зачем именно для вас компания устраивает вот такую акцию Второй момент Зачем вам вообще туда ехать? Вот как вы думаете? Ну, в Болгарии, да, можно вот где потеплее слетать Например, там, не знаю, куда у нас можно слетать В Доминикану можно слетать Зачем вам поездка в Болгарию? Лично вам Зачем туда поездка? Мир посмотреть Первый раз за границей побыть Потому что ни разу там не была Рост, отдых, опыт, еда Общение, встретиться с командой Вот устройте себе вот такой мозговой штурм После окончания нашей онлайн-встречи Возьмите и выпишите все, что только можно Пересмотрите запись этой встречи Выпишите в чате все, что только можно Вот эти вот моменты Зачем лично вам? Зачем люди туда едут? Потому что наши люди в нашей команде, да Это точно такие же люди У которых есть свои мечты, свои цели И у них свое вот это Зачем он туда поедет? А вам, как лидеру, это необходимо знать, да Еще такой вопрос Зачем вам везти туда свою команду? Ну, съездили, отдохнули, хорошо Подзарядились, эмоции, мотивации В вашей команде, это зачем? Утереть нос мужа Кандидатом рассказать Новая страна, познание мира Рост, рост, вместе расти На самолете не летало Знакомство Плачение, вместе мы с силой Рост Отлично, да То есть еще себе выписываете пунктики Зачем это нужно вашей команде? Зачем это нужно вашим людям? Еще раз повторюсь В вашей команде есть Очень сильные лидеры Очень сильные партнеры Которые могут сделать эту квалификацию Совершенно самостоятельно И таких очень много Но ваша задача как лидера Ваша задача как руководителя Своей собственной команды Своей собственной структуры Организовать их работу в целом По осуществлению вот этой вот Квалификации Поэтому домашние задания После нашей встречи Вы продолжаете думать Зачем это вам? Зачем компания устраивает такие акции? Зачем это вашим людям? И так далее Дальше Хочу затронуть основные Такие ключевые моменты Что мы делали Что мы делаем сейчас И что мы будем делать То есть в принципе Система уже себя зарекомендовала Скажем так Потому что повторюсь У нас там больше 19 человек Летит в Сочи Кстати у нас есть Например такие Которые начали выполнять Квалификацию на Сочи Дабы поехать как менеджер Но к сожалению квалификация у них сорвалась Но они успели закрыть звание Золотого директора Хуже им от этого не стало Они все равно попадают в Сочи Но еще при этом они попадают на Кипа Поэтому вот через каждый раз Через каждый пункт Что мы делаем Первый массовый захват Дальше у нас должна быть Обязательно мотивация и поддержка Дальше мы даем видение То есть обо всех вот этих вот пунктах Я расскажу чуть подробнее Что давать, как давать, что говорить На чем делать акцент и так далее Дальше опять мотивация и поддержка Следующее Выявление Опять мотивация и поддержка Составление личного плана Опять мотивация и поддержка Действие Мотивация и поддержка Контроль Мотивация и поддержка Результат То есть здесь очень большая задача Идет именно в плане поддержки Ваша задача поддержать Ваша задача смотивировать Ваша задача рассказать Разъяснить и так далее Потому что это очень важно Ну не секрет, что мы все поддаемся влиянию И либо вы будете влиять на своих партнеров, чтобы их жизнь, да, изменилась в совершенно другую сторону, либо на ваших партнеров будут влиять их домашние, близкие, которые, может быть, да, к сожалению, не поддерживают, либо там друзья, знакомые, которые вообще далеки от этого бизнеса, от наших поездок и так далее, да, то есть вопрос стоит в вашем влиянии. Вот свое влияние вы как раз и можете оказать через мотивацию и через поддержку. Что я вкладываю в понятие массовый захват, да, очень интересное такое слово, захват информационного поля. Здесь основная задача, основная цель нас как лидеров получить как можно больше, да, я попробую, но может быть, да я не знаю, да все так сложно, да, то есть когда мы разговариваем с кандидатами, абсолютно не важно, как вы будете делать. И использовать нужно все, вот все от и до, как вот Елена в самом начале сказала, да, она уже и в соцсеть разместила, и так сделала, и здесь сделала, и вот здесь вот сделала. То есть наша задача сделать абсолютно все, везде, где есть вы, использовать рассылочные сервисы, да, у кого есть свои собственные рассылки, использовать сайт компании, то есть там есть система вот этой e-mail рассылки, использовать свою адресную книгу в своей почте, да, использовать рассылки по номерам телефонов, это SMS, Viber, WhatsApp, Telegram, использовать рассылки в соцсетях, сообщения, статусы, записи, заметки, чаты, группы. Задача какая? Ваша задача как лидера, да, не только сказать, что ты позвони своим людям, да, ты напиши своим людям, ты отправь им письмо, отдать конкретное письмо, конкретный текст, что он должен отправить, когда он должен отправить, в каком количестве он должен отправить. Если он отправляет через Viber, там, WhatsApp, какие-то картинки, Telegram, вы должны дать ему картинку, ну, либо вместе разработать ее, да, тоже об этом поговорю, о распределении ролей, и непосредственно, то есть вы не просто должны заразить эмоциями человека, да, вы ему еще должны прописать конкретные действия, что он для этого должен сделать. Очень многих лидеров заканчивается работа на этапе того, когда человек сказал, да, я согласен, давай я попробую выполнить квалификацию, там, на Болгарию, да, и так далее, все, занес его в чат, все замечательно, все, красота, дальше он будет барахтаться сам. Нет, не будет, вот дальше ваша работа только-только начинается, да, поэтому о чем мы говорим и пишем здесь в момент захвата информационного поля. Год назад, когда была квалификация на Турцию, у нас было чуть больше времени, мы, по-моему, узнали о квалификации, о том, что начнется с седьмого каталога в шестом каталоге, и у нас было время на вот, ну, немножко так рассусолиться, да, простите за выражение, всех подобрать, потихоньку в чаты добавить, с кем-то поговорить, рассылочку, сейчас этого времени нет, квалификация уже началась, поэтому все, что вот этот вот захват информационного поля будет происходить, он будет происходить сейчас у вас в ближайшие буквально 2, 3, 4, 5 дней, чтобы у ваших партнеров, которые скажут, да, я согласен, я попробую и так далее, было время на выполнение первых, да, условий этой квалификации. Итак, о чем мы здесь пишем и говорим? Никаких условий мы здесь не рассказываем, мы рассказываем о том, что поездка бесплатная, о том, что мы набираем команду, давай с нами, давай попробуем. У девчонок в прошлом году получилось, у тебя тоже получится, мы рядом, мы будем помогать, нас много, у других получилось, почему у тебя не должно получиться, что условия очень простые, по пути, пока ты будешь выполнять квалификацию, ты соберешь кучу премий, бонусов, за свои деньги может любой отдохнуть, да, я посмотрела, путевку в Болгарию на столько-то дней стоит, ты там примерно в таком же отель, как отправляет нас компания, стоит столько же, да, помимо того, что ты будешь зарабатывать, закрывать звание, получать премию, банкет и все остальное, ты еще вот подарок-путевку вот такую вот получишь, стоит столько-то, да, лишними деньги не бывает, простите, как у нас говорится, да, за деньги и дурак, может, попробуй бесплатно это сделать, а тут будет бесплатно, нас много, мы будем рядом, будет интересно и так далее. То есть вы делаете презентацию, да, ваша задача на данном этапе, в момент захвата информационного поля, просто дать мотивацию, просто дать презентацию, просто всеми способами оповестить человека о том, что он сможет поехать бесплатно, да, и дать какие-то вот такие вот моменты мотивации. Второе, что мы делаем, даем видение, то есть зачем все это ему нужно, то, что мы с вами в самом начале проговорили, да, зачем компания устраивает эти акции, это нам как лидерам нужно понимать, как мы можем использовать. Зачем нам туда ехать, да, мы тоже с вами определились, зачем нам вести команду, мы тоже определились. Вот наш человек, он такой же обычный человек, как мы с вами, да, и у него есть свое собственное видение, зачем все это нужно. Здесь точно так, такое же идет оповещение, рассылки, имейл, ну все, вот все, что у вас есть, любое информационное поле вы обязательно задействуете. И о чем вы здесь говорите, о чем мы здесь говорим и пишем, зачем мы туда едем, да, достопримечательности, что в Болгарии можно посмотреть, как там красиво, чем славится страна, да, то есть вы мотивируете именно на поездку, на то, чтобы побывать там, да, что мы будем делать на конференции, о том, что компания устраивает гал и ужин, о том, что у нас будет экскурсия, да, о том, что у нас будут вечера, о том, что мы встретимся, о том, что, вот, например, как сейчас в Сочи, да, то есть мы летим на конференцию, но есть девочки, которые не квалифицировались на конференцию, да, но живут рядышком, то есть, пожалуйста, у нас будет время с ними встретиться и точно так же пообщаться, да, что это будет вечера от компании, что мы поедем на экскурсию, организуем все вместе, да, я всю жизнь хотела помечтать, да, посмотреть, что там можно узнать, да, то есть вот в Турцию мы собирались за специями, за тарелками, за ковриками, что-то еще, да, мы увидимся лично, то есть это новый уровень дохода, это новый уровень отдыха, он, опять же, да, возвращаемся к тому, что если ты полетишь за свои деньги, это будет стоить столько-то, да, примерно, то есть представьте, это бесплатно все получше, это жизненный комфорт, это новая жизнь, да, вы говорите о том, сколько денег к моменту закрытия квалификации, вы просчитываете, у него будет определенный уровень дохода, и вы рассказываете, как изменится твоя жизнь, если у тебя будет вот такой вот уровень дохода, да, то есть вы просто даете виденьги, что человек получит в результате, то есть, а он понимает, зачем ему все это нужно, да, Зачем он сейчас будет пополнять эти квалификации, расти и так далее. То есть не сухие цифры, а эмоции, да, и показываем другую жизнь. Дальше. Выявляем основной состав. Вот все вот эти три пункта, то есть третий, который я сейчас рассказываю, нам сейчас нужно обязательно сократить, да, в сжатые сроки это сделать буквально вот несколько дней, потому что, опять же, вот этот основной состав, он сейчас и войдет в вашу, выполнит квалификацию в 12-м каталоге. И, опять же, мы используем абсолютно любое информационное поле, все, что у вас есть. Рассылки, имейл, телефоны, соцсети, вебинары, планерки, лидерские, созвон, обзвон, разговор, все что угодно. Что мы обговариваем здесь? Обговариваем уже условия квалификации, как выполнять он будет эти условия, да, он точно должен знать, что он сделает сегодня, что он сделает завтра, что он сделает послезавтра, и какой он при этом получит результат. Вы выбираете для своей команды работающий метод, ну, либо в общении, да, уже со своими лидерами, у которых получается хорошо рекрутировать, у которых получается хорошо сопровождать новичков и так далее, да. Вы выбираете работающие методы и внедряете их в свою структуру. Дальше вы здесь ставите задачи, да, что нужно сделать, то есть какое количество рекрутов в каталог, да, какой процентный уровень. Вы предлагаете решение, каким образом он это может сделать, да. Вы распределяете технические моменты, кто делает рассылку, в какой день делает рассылку, создаете чаты, кто в этом чате сидит, кто в какой день дежурит и так далее. Что, то есть все вот эти вот технические моменты с цифрами, с непонятными, да, на первый взгляд, такими вещами, то есть идет именно вот в момент выявления основного состава, потому что, ну, конечно, не секрет, да, большинство людей именно вот здесь, когда поймут, что, о, это не просто так, да, за то, что я зарегистрировалась, я в Болгарии полечу, а здесь еще и делать что-то надо, да, то, конечно же, часть отсеется, вот. Распределение ролей, я сказала, да, распределяете дежурство, распределяете, кто какие письма в какой день создает, какая рассылка, кто делает картинки, какие картинки можно поставить себе на стену, какие картинки можно отправить по WhatsApp, Viber и так далее, да, то есть все вот эти вот моменты вы делаете уже здесь. Делается это все на планерках, делается это все в чате, делается это все на вебинарах и так далее. Еще такой момент, вы делаете личный план для каждого, то есть не просто скидываете табличку, вот, которую Елена вначале показала, да, что если было такое-то, такое-то, то нужно сделать что-то, то есть отдельно личный план для каждого. Если вы просто дадите мотивацию своим людям, то их попытка выполнить квалификацию будет равна вот этому плану эвакуации, да, они будут бегать, они будут понимать, что им что-то надо, они будут пытаться что-то делать, но в итоге к результату их это, конечно, не приведет. Поэтому у нас есть вот такие вот моменты. Первое, у нас есть план 21 день, мое любимое выражение, без плана можно только бредить, все остальное должно идти по плану. Этот план прописывается вместе с вашим партнером, где он записанно все, абсолютно все, что он делает, когда он рекрутирует, сколько по времени, какую книгу читает, когда идет с детьми в поликлинику, когда он убирается, когда она есть, готовит и так далее, и тому подобное. То есть вот такой вот план на каждый день, да, сделал, зачеркнул, сделал, зачеркнул. Это можно делать в письменном виде, это можно делать в документах Google, чтобы в этот план могли и вы заходить, да, и смотреть, что там делает, какие попытки квалификации делает ваш партнер. Дальше, есть вот такой вот еще план в виде картинки для удобства на каждую отдельную распределенную уровень, да, то есть вот картиночка, минимальный план для новичков 3, 0, 6, 9 процентов, то есть примерно в какой каталог, то есть это план предыдущей квалификации, расписано все, да, и что он бесплатный, он якобы едет в бесплатные путешествия, но при этом он получает доход каждый 21 день, при этом у него премия по достижению уровня, он должен в деньгах понимать, что он еще попутно будет зарабатывать. То есть все-все-все, то есть примерно, да, в каждый каталог, сколько надо ку, на какой процентный уровень нужно выйти, сколько в итоге суммарно ему нужно кушек, это тоже все расписано по картинке, вот, и такими картинками работать очень просто и очень легко. Дальше, здесь вступают, да, когда мы начинаем выполнять квалификации, начинается действие, начинается контроль, есть вот такая вот табличка, конференция в Болгарии, ее можно сделать в документах Google, доступ будет у всех ваших партнеров, туда записываются фамилии и имя участника, фамилии лидера, чтобы я понимала, да, из чьей менеджерской структуры данный человек, ссылочка на страничку в социальной сети, электронка, да, номер телефона можно записать, если кому-то удобно общаться именно по номеру телефона, да, процентный уровень, план кушек, план по факту, сколько можно сделать, сколько он на данный момент сделал, да, можно сейчас еще дописать, у нас не было обязательных личных баллов, да, в прошлой его квалификации 150 баллов, здесь еще можно колоночку дописать личные баллы, да, также для удобства отслеживания. Что еще, где мы отслеживаем, где мы эти действия контролируем? У нас есть чат, вот такой вот чат, «Лечу в Болгарию» называется, вчера я этот чат создала, через два часа в нем было 22 человека, сейчас там уже больше 120, наверное, человек, да, то есть это вот началось с наполнения информационного поля, конечно, кто-то сам выйдет, кто-то попросит его удалить, кто-то не будет идти на квалификацию и так далее, но зовем мы туда абсолютно всех, чтобы у нас был единый информационный пространство, где мы по максимуму могли дать и информацию, и мотивацию. Конечно же, мы используем сайт компании, да, мы используем информационный лист для того, что и учим, да, пользоваться информационным листом своих партнеров для того, чтобы можно было отследить количество рекрутов, да, процентный уровень и так далее. Так, дальше. Что я вкладываю в понятие мотивации и поддержка, да, она у нас идет постоянно на каждом этапе, в процессе каждого этапа, это постоянное напоминание о том, зачем она, ну, либо он, да, ваш партнер это делает, что ему это дать, какие результаты он получит, как изменится ее жизнь. Повторюсь, в самом начале сказал о том, что есть момент влияния, и либо вы будете влиять на своих партнеров, да, они вам потом будут благодарны, поверьте, да, никому из моих партнеров от моего влияния, вот они сейчас летят там на конференцию менеджеров, на золотую конференцию, хуже не стало, да, правда же? То есть я вам честно скажу, мои лидеры это очень сильные лидеры, это очень сильные такие вот девочки внутри с таким очень хорошим стержнем, но, опять же, они все, абсолютно все сделали сами, и у вас тоже есть такие люди, но помните, ваша задача как организатора, ваша задача как руководителя своей команды, своей структуры организовать для них вот это вот информационное, вот это вот рабочее поле, поэтому нам необходимо это с вами делать, да, поэтому постоянная мотивация и поддержка где-то может быть иногда уговорить, да, где-то может быть иногда сказать, ну что ты там расклеилась, ну давай рассказывай, что не так, вижу в чате уже два дня ты там не отвечаешь, и так далее, и тому подобное, да, то есть иногда просто поговорить по душам, поддержать в какой-то момент, да, узнать, как ситуация складывается в семье, поддерживать, не поддерживать, говорить, не говорить, научить правильно реагировать на какую-то поддержку или не поддержку, да, научить правильно разговаривать со своими домашними, со своими друзьями, знакомыми, или наоборот объяснить, что разговаривать не надо с ними пока, да, То есть все это тоже вам необходимо сделать как лидеру. Вот, на этом, в принципе, у меня все. Хочу сказать, немножко вернусь назад про мотивацию и поддержку, прям буквально минутку, да, что здесь важно. То есть вы видели картинки, у нас есть ролики отдельные, да, поздравительные. Выполнил человек одну квалификацию, сделайте картинку, отправьте в чаты, отправьте по рассылкам по своей, через сайт Арифлейм, да, выставите у себя на стене, то есть поддерживайте именно, поздравляйте, да, людей с тем, что даже, возможно, маленько, может быть, для вас, для закоренелых лидеров ничего такого и нету, да, что он сделал там 5 пушек, 10 пушек, одного квалифицированного пригласил и так далее. Но для них это очень важно, да, для тех, кто только-только вот становится, вы же обещали, что вы будете поддерживать, да, в самом начале, когда приглашали, когда презентацию делали, так что будьте добры, да, обязательно поддерживайте. Вот, поэтому делайте картинки, вешайте на доску почет, у нас к этому приучили с детства, да, рассказывайте на вебинарах о том, какое количество людей у вас сейчас идет на квалификацию, какое количество людей выполняет, да, кто еще может присоединиться и так далее. То есть старайтесь в любом месте, где вы только можете, поддержать именно тех, кто выполняет условия, да, кто продолжает идти на квалификацию. Я хочу сказать огромное спасибо нашей компании за то, что дает такую возможность развиваться, да, не просто зарабатывать деньги, но и зарабатывать их вот с такими вот эмоциями, получать удовольствие от работы, получать удовольствие от жизни, находить, да, благодаря компании таких родных и близких людей, как сейчас вот моя команда, да, когда мы поехали на банкет директоров, я не знаю, кто зачем туда ехал, мы с девочками точно определились, что мы едем реветь, и мы ревели, ревели от счастья, это был неописуемый кайф, мы познакомились, да, первый раз увиделись как раз на банкете, и это действительно было классно, это действительно было здорово, да, Валерия спела нам песню, даже если между нами километры, но мы вместе, теперь это гимн наших вебинаров. То есть это действительно классно, это действительно здорово, за это огромное спасибо компании за то, что поощряет нас и поездками, да, и деньгами, и вот таким вот признанием. Хочу сказать отдельно, да, в лице компании спасибо нашим Асмурам, которые всегда на вот на расстоянии кнопки, да, мобильного телефона, мышки всегда помогут, подскажут, расскажут, все выяснят, дадут подробную какую-то информацию. Еще и картинками теперь снабжают. Вообще так, да, можно и картинки теперь не делать. Вот. Еще хочу сказать огромное спасибо моим наставникам в этом бизнесе, которые учили меня крутить педали у этого велосипеда, да, учили ехать в горочку, учили разгоняться, как видно, да, все хорошо, хорошо научили, вот, умеем держать равновесие, едем. И спасибо огромное, конечно же, моей команде, еще раз повторюсь, за то, что они услышали, за то, что ушли, пошли за мной, и огромное спасибо за то, что среди очень большого количества лидеров, представленных в нашей компании, они выбрали именно меня, да. Ну, казалось бы, с одной стороны, это случайность, с другой стороны, случайности не бывает, да, любая случайность, это кем-то сверху запланированная закономерность, вот. Поэтому огромное спасибо моим девочкам, моей команде. Если раньше в основном, да, какая-то такая мотивация шла от меня, то, конечно же, сейчас своими результатами, своими улыбками, своими вебинарами, своими планерками, общением в чате, они радуют меня, да, и поднимают меня, моя команда поднимает на какой-то вот такой вот новый уровень, вот. Поэтому, в принципе, все. Если есть вопросы, поставьте, пожалуйста, плюсики, либо пишите сразу вопрос. Если вопросов нет, поставьте минус, да, либо если Лена мне скажет, я отключусь. Вот я вам желаю всем найти активных, позитивных партнеров, я вам желаю найти надежных партнеров, которые будут с вами идти плечом к плечу, да, выполнять заветные квалификации, которые в дальнейшем, да, скажем так, они станут вашими уже таким вот родными, да, и близкими. Да, действительно, увидимся в Болгарии, с кем-то увидимся уже и в Сочи, да, и на Кипре, все, ага, я вижу, что вопросиков нет. Замечательно, да, отлично, спасибо вам огромное за то, что пришли, уделили для себя время, и я надеюсь, что встреча была и интересная, да, и полезная. Все, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok